Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость получил свободу от наркозависимости за одно сверхъестественное мгновение. Затем, после его молитвы, 150 учеников получили свободу от своих зависимостей. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Здравствуйте, с вами Сидрот. У меня в гостях Кори Рассел. Кори, давайте вернемся в 1997 год. Я смотрю на вас сейчас и не могу поверить, что это один и тот же человек. В 1997 году у вас был лучший друг по имени Зак. И вдруг, ни с того ни с сего, этого Зака заклинило на боги. Что произошло? Сид, это было нечто невероятное. Мой друг Зак 4 месяца, но мы с ним глубоко погрязли в наркотиках, алкоголе и духе века сего. И где-то в ноябре 1996-го у Зака начался такой период, когда почти 4 месяца он не разговаривал. Он будто бы сошел с ума. Это было очень странно. Мы не понимали, что с ним, но кульминация произошла 1 февраля 1997 года. Это был мой день рождения. Я был на вечеринке в университете, а позже зашел к нему, чтобы пообщаться. До этого, мы не виделись несколько дней, он выбежал ко мне навстречу, крича во весь голос, «Кори, либо рай, либо ад. Решение нужно принять уже сейчас». Я не понимал, что происходит. Пятился назад, а он повторял, «Ты должен принять решение прямо сейчас». Я сказал, «Я не буду принимать никаких решений, я ухожу». Я взял моего другого друга Уилли, и мы ушли. Оказывается, за неделю до этого мама Зака была на конференции. Там проповедник сказал, «Выходите вперед и приводите своих детей для молитвы и ходатайства». Она получила свой прорыв в субботу, а в следующий четверг он приехал к ней и три дня молился за ее сына. Он знал Бога еще в детстве, а потом вернулся к нему сверхъестественно. Вдруг мой друг принял спасение, мне обидно. Я чувствую себя преданным. Четыре месяца я терпел все его странности, а теперь он спасен. Он появился через две недели, я был в колледже. Он пришел ко мне в колледж и пригласил меня на обед. И он начал рассказывать, «Кори, те четыре месяца передо мной был открыт духовный мир. Я видел ангелов и демонов. Я видел, что тебя контролирует дух, а ты не знаешь об этом». Однажды, во время вечеринки, я услышал голос. Бог сказал, «Сатана поднимает армию». «Но я тоже поднимаю армию и призываю тебя в нее. А ты пойди и призови своих друзей в нее». Он рассказал мне все это за обедом, а потом сказал, «Кори, ты должен отдать свою жизнь Иисусу. Ад и рай — это реальные места. И тебе нужно посвятить себя Иисусу». Я был закрыт. Я сказал, «Больше не могу слушать эту ерунду об Иисусе. Отвези меня обратно в колледж». У меня было ужасное похмелье. Моя жизнь была в руинах, но при этом я не хотел Иисуса. Он привез меня в колледж, остановился на парковке, и прямо перед тем, как я вышел из машины, в машину кто-то вошел. Теперь я знаю, что это был Дух Святой. Я ощутил его справа и слева, и мое тело начало сильно трястись. Я ничего не понимал. Я видел только вспышки, как на поле боя. Это было сражение за мою душу. Мой друг припарковался и начал молиться. Во имя Иисуса я связываю Дух Антихриста. Как только он сказал это, что-то начало меня душить. Я не мог дышать нормально. Я понимал, что мне нужно призвать Иисуса. Я попытался произнести Его имя, но получилось только и, и, и дальше я сказать уже ничего не мог. Бог закорет, скажи это. Я пытался, и вот, наконец, я сделал глубокий вдох и изо всех сил закричал. Иисус! И сразу же после этого чьи-то руки отпустили мое горло, и было такое ощущение, что Бог вдохнул в меня свое дыхание. Следующие пять минут я говорил только, «У меня есть воздух. У меня есть воздух». Затем я услышал в своей голове отчетливый голос. Голос сказал, «Выходи из машины и отдай мне свою жизнь. Ты мой». И вот 18 февраля 1997 года, посреди разбитой парковки, я выскочил из машины, повсюду были люди, и во все горло я закричал, «Иисус Христос, я отдаю Тебе мою жизнь. Теперь я Твой». И в тот самый момент я пережил величайшее чудо. За одно мгновение я перешел из смерти в жизнь. Я получил свободу от наркотиков, от всех зависимостей и извращений в один миг. А в следующие полгода мы видели настоящий Божий взрыв, который потряс весь наш маленький студгородок. Хочу спросить у вас. Я слышал, что человек приходит к Богу только тогда, если кто-то и где-то молится за этого человека. И позже вы узнали, что за вас, равно как и за вашего друга, Зака, молились какие-то студенты. А кто это был? Да, какие-то студенты. Вот что мне так нравится в Боге. Какие-то неизвестные девочки-школьницы решили молиться за самых плохих ребят в городе. Мы были в самом верху этого списка, мы были худшими, они собирались каждую среду за обедом и упоминали нас в молитве по именам. Они просили Бог, сделай в их жизни что-то такое, что повлияет на весь наш город. И за несколько месяцев многие наши друзья-наркоманы пережили подобные встречи с Богом. Бог брался за них по одному. Я привел к Богу своего брата, который еще учился в школе, и мы увидели эффект снежного кома. Одно спасение за другим. В церкви началось настоящее пробуждение. Проводилось по пять собраний в неделю до трех часов ночи. Половина старшеклассников либо вернулись к Богу, либо впервые обратились к Нему. Это был настоящий взрыв для нашего городка. С вами произошло что-то такое, о чем я могу лишь мечтать. И вы тоже хотели бы, чтобы с вами это произошло? У него появилось два наставника. Две пожилые женщины, которые знали то, что этому поколению вообще неизвестно. Они знали, как молиться до тех пор, пока не будет получен ответ. И они наставляли вас в этом. Насколько важным это было для вас? Я считаю, что это самое важное в жизни. Больше всего меня впечатляло то, что всякий раз, когда они открывали рот, «Я чувствовал Бога». Атмосфера менялась, небеса сходили на землю. Они говорили, «Коре, молитва, это все. Ты должен посвятить себя утренней молитве и ночной молитве». И когда ты чувствуешь на себе бремя Господа, то нужно знать, как промолить это. Будут моменты родовых мук, и тебе нужно знать, как родить это. Объясните, что такое родовые муки? Это такая молитва, когда мы сближаемся с Богом. Бог наполняет нас. Он ищет людей, которые могут родить его планы на эту землю. И когда он находит таких людей, то наполняет их собою особо. Они становятся партнерами, и Божья реальность рождается тогда на землю. Вот что я называю родовыми муками, когда мы рождаем Царство Божие. Есть еще кое-что. Из всего, что вы рассказывали, это зацепило меня больше всего. Вы сказали, что публичное служение Иисуса это результат его частной молитвенной жизни. Можно ли это перевернуть? Можем ли мы сказать, если бы у него не было такой молитвенной жизни, то вообще было бы у него тогда такое огромное публичное служение, как вы думаете? Очень сомневаюсь. А вот что удивляет меня больше всего. Ученики были с Иисусом три с половиной года. Они были на всех его собраниях. Вы только подумайте. Вы были на всех служениях пробуждения. Вы слышали все проповеди и видели все чудеса. Вы видели все освобождения, все воскресения из мертвых, все исцеления, а потом они общаются с Иисусом у костра. Иоанн написал, Иисус сделал еще и многое другое, и если бы все это описать, то и всему миру не вместить написанных книг. Они говорят, мы хотим иметь такую же молитвенную жизнь. При этом мы видим, что они просили, научи нас проповедовать или исцелять. «Возьми нас на руки и научи нас молиться». Я посвятил себя этому целых 20 лет, а три года назад Бог дал вам задание. И что же Он вам сказал? 20 лет я потратил на то, что постоянно приходил к Иисусу и просил Его научить меня молиться. Он сказал мне, Кори, пришло время присоединиться ко мне и учить следующее поколение учиться. «Пора передавать то, чему ты научился в хорошие и плохие времена. Взять это поколение за руку и привести его к моему престолу». Мне кажется, что наша молитвенная жизнь очень слабая, бессильная и низкого качества. И это потому, что мы превратили молитву во вспомогательное средство, тогда как молитва — это в первую очередь общение с Богом. Смысл в том, чтобы подняться к Богу и связаться с Богом и с небес принести Царство Божие на землю. Прокомментируйте это. Кто-то скажет, есть такие люди, как Кори, которые молятся. Сколько часов вы там вообще молитесь? По 13 с лишним часов в день больше 20 лет. Это ваше призвание, это ваша жизнь. Но что касается меня, то у меня есть работа, семья, хобби и спорты у меня. Нет столько свободного времени. Это вообще не для меня. Я не должен таким заниматься. Что вы скажете таким людям? Я бы сказал, что вы находите время для того, что вам важно. Мы довольно гордые и самонадеянные люди. Мы привыкли полагаться на свои сильные стороны, а молитва — это смирение. Господь, ты нужен мне каждую минуту. Ты нужен мне, чтобы дышать. Ты нужен мне. Если я не буду соединяться с тобой, то я не смогу жить. Отношение к молитве изменится, когда люди поймут, «Я нуждаюсь в Боге постоянно». А если человек чего-то и хочет, то он находит на это время обязательно. Знаете что? Когда мы вернемся, вы узнаете о том, как Господь посетил Кори. Несколько часов он общался с Богом и получил некоторые сверхъестественные способности. И когда мы вернемся в студию, я попрошу его поделиться этими способностями с вами. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Хори, что вы имеете в виду под фразой «Откровение дает доступ на небеса»? В послании к Ефесинам Павел молится, чтобы Отец Небесный дал вам духа откровения для познания Его, и чтобы открылись глаза вашего сердца. Когда ваши глаза открыты к реальности небес и красоте Бога, когда вы видите Бога, именно это открывает дверь для веры. А вера стоит на откровении. Когда вы можете видеть, именно тогда вы переходите в невидимую сферу и приносите невидимое видимое. Бог так много показал вам о тайном месте. Можете поделиться некоторыми секретами, которые могут нам помочь. Ну, хотя бы парочкой. Если вы хотите начать тайную жизнь, то вам нужно постоянство. Выберите время и место, где вы будете постоянно встречаться с Богом. И пусть на это не влияют ни деньги, ни возможность, ни проблемы, ни трудности. Если вы будете приходить, я вам гарантирую, Бог будет приходить на жаждущее сердце. Никто из нас не знает, что делать. Мы просто приходим и говорим, «Бог, я хочу тебя. Я люблю тебя. Веди меня за собой». Так Он научит вас молиться. И Он будет развивать вас в этом, если вы будете регулярно приходить к Нему. Ключ номер два — это молитва на сверхъестественном языке. Ваш дух жаждет знать Бога больше. И когда вы приходите в тайное место встречи с Богом и начинаете молиться на языке, то это прямая связь с небом. Это приносит небеса на землю, укрепляет и наполняет вас, а также поддерживает вас в вашем мире. Кори, у вас была такая встреча, о которой я могу только мечтать. В 2003 году вы были на пастырской конференции. И что же там с вами произошло? Я сидел на собрании и слушал проповедь какого-то пастыра. Я слушал его внимательно, но вдруг мой друг начал шептать мне на ухо, «Кори, ты вчера снился моей жене». Во сне она видела большую книгу под названием «Истории пробуждения». Она начала листать эту книгу и увидела разных родоначальников пробуждения. Вначале она увидела Джонатана Эдвардса, Джорджа Уитфилда, Джона Уэсли, потом она перешла ко второму великому пробуждению, Чарльз Финни, затем она пролистала книгу и увидела, что я тоже написал в ней главу. Она будто бы заглянула в будущее и прочитала о всех пробуждениях, и я был частью некоторых из них. И пока он рассказывал мне этот сон, у меня никогда не было ничего подобного. Я почувствовал, как вокруг меня вращается воздух. Он вращался все сильнее и сильнее, выше и выше, и я так и не понял, как очутился в эпицентре смерча. Я понял, что пора выходить из этого собрания, потому что смерч усиливался. Я понимал, что начинается моя встреча с Богом. Я вышел, нашел уединенное место и начал общаться с Богом. Эта встреча продлилась больше двух часов. Господь сказал, «Коре, ты скоро увидишь мою благодать, которую я и залью на это поколение, для молитвы, поста и освящения». Затем он сказал, «Но это должно быть сделано вместе с братьями и сестрами». И снова, «Ты такой благодати еще не видел, но нужно сделать это вместе с братьями и сестрами». «И Дух Святой показал мне видение». Мы увидим, как по всей земле поднимется поколение, которое выйдет из компромиссов, апатии, греха, и на них сойдет Дух молитвы. Благодать для поста и сверхъестественного посвящения, которые вызовут страх Божий и будут излучать Божью славу. Но важно, чтобы они делали это вместе, как и сказал мне Господь. Мы должны делать это вместе, сообща, братья и сестры. Вот что показал мне Дух Святой. Это началось в 2003 году и стало мечтой всей моей жизни. Господь, позволь мне повести за собой новое поколение. Дай мне сотни тысяч молодых людей, для которых это станет реальностью. Он был наделен сверхъестественной способностью передать другим ту же жажду, которую он имеет по Богу. Я хочу, чтобы вы, если это можно выразить словами, вы так много часов проводите в молитве, вы не могли бы добиться этого только благодаря одной дисциплине. Должно быть что-то еще, какой-то переход в сверхъестественный мир, с которым не сравнится никакой наркотик в мире. Опишите это. Когда вы входите в духовный мир для общения с Богом, как это выглядит? Это цель моего существования. Там я дома, там мое место, там я с ним, хожу и общаюсь, смотрю на него, слушаю его. Он моя награда, а не ступень к успеху. Он и есть мой успех. Он не средство достижения цели. Он и есть моя цель. И ходить с ним так, как это делал Ной, праведник Енох или Иисус, это смысл моего существования, и мне всегда этого мало. В этом я хочу жить всегда. Ясно? Я хочу, чтобы вы сейчас помолились за всех нас. Помолитесь, потому что есть некоторые препятствия, которые мешают людям делать то же, что и вы. Они не могут, но очень хотят. Я вам обещаю. Если вы прочитаете его материалы, то ощутите глубокое помазание с небес. Но он учит не только теории, а тому, что он сам пережил, и поэтому помолитесь прямо сейчас за людей, Да, я хочу сказать вам, неважно, каким грязным и опозоренным вы себя чувствуете. Неважно, сколько раз вы принимали решение делать это, но отступали. Я приглашаю вас войти в это. Вот почему Бог пришел к вам, вот к чему Он вас призвал. Откройте свои руки и принимайте. Боже, я молюсь сейчас о присутствии небес. Пусть оно наполнит это место, машины, гостиные, спальни и дома, настоящие славой Божией прямо сейчас. Вы были созданы Богом и для Бога. Он ваш дом и ваша реальность. Я разрушаю власть стыда, власть лжи, власть осуждения и других мучительных духов. Я разрушаю их власть во имя Иисуса. Вы были созданы для Бога. Придите домой. Придите домой прямо сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю в вашу жизнь освобождение и прорыв, а также новую близость с Богом. Пусть все это сойдет на вас сейчас же во имя нашего Господа и Иисуса Христа. Многие из вас все еще стоят снаружи и заглядывают внутрь. Вы еще не познали Бога на личном опыте. Я вам обещаю, если вы сейчас помолитесь со всей искренностью и от всего сердца, то Бог ответит вам, вот это я вам обещаю. Бог добрый, поэтому повторяйте за мной эту молитву. Пожалуйста. Неважно, где вы сейчас находитесь, на парковке, как когда-то был Кори, в баре или в номере отеля или в вашей гостиной или в любом другом месте, скажите эти слова со мною. Скажите, дорогой Бог, повторяйте за мной. Я поступал неправильно. Я грешил, и мне очень жаль. Я верю, что Твоя кровь смывает все мои грехи, и я чист. Господи, так хорошо быть чистым. Теперь ничто не отделяет меня от Тебя, ничто. И теперь, когда я чист, Иисус, войди в мое сердце и стань моим Господом и стань моим спасителем, Господь Иисус. Я не стыжусь Твоей благое вести. И во имя Иисуса я запечатываю эту молитву и прошу, а сейчас поднимите, поднимите свои руки вверх. Это универсальный жест, символ подчинения. Я молюсь о том, чтобы вы наполнились Святым Духом и огнем. Поэтому, Кори, сейчас молитесь также на иных языках за наших зрителей. Вы тоже молитесь на языках. Вы даже не представляете, насколько совершенен этот неизвестный молитвенный язык. Но если вы не откроете свой рот и не начнете издавать звуки, то никто не сделает этого за вас. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте. Я Иван Атия. Я пережила Божье объятие и получила исцеление. Присоединяйтесь ко мне и Сиду в следующий раз, и я расскажу, как вы можете пережить любовь Бога в своем теле, в своем разуме и в своем сердце. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Сверхъестественное Божие не знает границ. Вы тоже можете жить без границ, наставлять других и действовать в чудесах. Вы можете получить свой прорыв в любое время и абсолютно в любом месте. С чем бы вы ни столкнулись с семейными проблемами, тревогами о финансах, болезнью, депрессией, это приложение принесет перемены в вашу жизнь сейчас, когда угодно и где угодно. Загрузите бесплатное приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN, это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. до конца, до конца. Продолжение следует...